Привет, бандиты! И сегодня у нас видео, как я и обещал, в инстаграм. Сегодня у меня будет для вас видео дегустация. В общем, обещал я в инстаграм, что сейчас я начинаю свой массонабор, пытаюсь повысить свой вес тела, ну и, естественно, свои силовые. И хотел я в этом месяце, в начале этого месяца, начать употреблять геймер. Ну, в общем-то, подумал я, геймер состоит из мальдодекстрина, и, в общем-то, потом я отказался от этой затеи, потому что, ну, от мальдодекстрина я набираю очень сильно, вообще от сладкого набираю очень сильно именно вот эту вот требуху. Поэтому сахар я употребляю сейчас по минимуму, стараюсь заменять его праймкрафтом, то есть сахарозаменитель от праймкрафта. Ну и, в общем-то, ребята, на этом можно видео заканчивать. Я начал свой массонабор на сывороточном протеине от компании Культлав. Все, ребята, спасибо всем за видео, всем пока! Мой отчет для вас был подготовлен. В общем, ребята, это была шутка. Заказал я долгое время, когда у Культлаба появились батончики протеиновые, а они у Культлаба, я вам скажу, очень хорошие. У них на батончик получается 22 в среднем грамма белка, то есть получается там батончик на 60 грамм. Ну, в общем, грубо говоря, где-то у них, наверное, грамм... 35-40 на 100 грамм продукта получается белка. Ну и стоит он сегодня без всяких скидок, то есть вся вот эта у них весь ажиотаж прошел по поводу, когда они выбрасывали его на рынок, когда он стоил 65 рублей, а мы его брали вообще по полтиннику. Но сейчас батончик стоит от Культлаба с содержанием белка 22-20... Ну, 21-22% сейчас стоит 85 рублей. Лидер рынка Бумбар, я без опасений называю его лидером рынка. У них похожий состав, похожее содержание, не такой же, но похожий. Но у них батончик стоит в районе 100-140 рублей. В зависимости от того, где какая точка, насколько хозяин этой точки пристрастен к прибыли, насколько он жадный. Если он не очень жадный, если он работает на обороте, у него можно за 100 рублей купить. Если человек гонится не за оборотом, а за прибылью, лучше я продам один батончик за полмесяца, но получу с него 140 рублей, чем я продам 10 батончиков по 100 рублей и получу с него там какие-то 20 рублей прибыли, то у него будет 140 рублей. В общем, ребята, Гризли Билл мне написал, когда у меня был обзор на эти батончики, по поводу вот этого батончика, вот этого названия, я этого производителя не знал. Я его заказал на Wildberries, ссылку я на этот продукт давать не буду, потому что это не рекламное видео, это просто мой обзор на данного производителя. Это никакого отношения не имеет к рекламе, поэтому можете мне не писать, что я рекламирую какой-то продукт. Я просто купил его на свои деньги, вон у меня чек лежит, но я его показывать нет смысла, потому что там чек настолько бледненький, вы просто не увидите цифры никакие, но если хотите, я могу его показать. Ну, вы ничего не увидите, потому что, ну, вот такой кассовый аппарат. В общем, ребята, мне вот этот вот бокс с 20 батончиками, сейчас я их распечатал, сейчас вы увидите мою распаковочку. ПОДПИШИСЬ! 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 Распечатал я их, запаковано все хорошо никаких претензий нет ровно 20 батончиков производителя тоже никаких претензий нет по поводу упаковки ну и нам осталось только разобрать что здесь за батончики в общем ребята состав у этих батончиков совершенно обычный также мальтодекстрин также пальмовое масло также порошок какао то есть по составу обычный состав что у нас по белку получается мне нужно снять очки глазурь кондитерская сахар заменитель какао-масло ну все понятно что у нас по белку патока концентрацирующего белка кунжут обезжиренный изоляция соевого белка мальтодекстрин жир кондитерский высокоочищенное пальмовое масло белок яичный сухой какао-порошок ароматизаторы идентичны натуральному карамель ароматизатор идентичны натуральному кофе в общем одна химия но ребята есть одно но этот батончик я купил за быть если точным за 491 рубль всю упаковку я его могу сравнить с батончиком айронмен по цене потому что айронменовский батончик стоит самый дешевый батончик но состав вернее составляющая белка у него самая дорогая одна из самых дорогих то есть грамм белка на цену ну и вот ребята здесь получается если айронменовский батончик с количеством 6 по моему или 5 грамм белка он получается стоит 22 рубля вот этот батончик если быть точным он стоит в районе 24 рубля за батончик но у нас получается на один батончик 18 грамм углеводов 18 около семи граммов жира кушла русского батончик 6 грамм жира 4 грамма углеводов и 22 грамма белка здесь у вас но стоит 85 рублей он очень хороший я ничего против не но этот батончик 7 граммов жира около 19 или 18 грамм углеводов и у нас получается 15 грамм белка на батончик 15 грамм белка то есть стоит он практически ту же сумму что и айронменовский который мы в фикс прайсе покупаем этот у нас цена практически даже но белка можно сказать два раза точно больше поэтому это батончик преимущественнее если вы находите с на сушке вам этот батончик также как и батончик айронмен употреблять не стоит потому что здесь плохой углевод здесь маркет экстрим здесь живем нехороший здесь то есть вы поняли составу я вам собежался по нему укушла русского батончику он для сушки более подходящий потому что всего лишь 4 грамма углеводов 4 грамма всего лишь на батончик и там живет преимущественно омега-3 поэтому ребята вы назвали но если вы находитесь на массе и у вас есть выбор купить геймер или батончик то за килограмм геймера вы потратите в районе 500 600 рублей наверное геймер сейчас стоит спортивном магазине здесь у нас также получается килограмм продукта но мы отдаем 491 практически 500 рублей но у нас получается удобная упаковочка нам нужен шейкер нам не нужна вода нам нужно молоко нам не нужно ничего поэтому сейчас распечатаем я пришел с тренировки я еще не ел и я готов к употреблению этого батончик выглядит он точно так же как айменовский батончик точно так же он такой же в шоколадной глазури то есть опять же повторюсь если вы на массу прете если вы кушаете как не в себя чтобы набрать массу что такой батончик это самый хороший выход он мягкий ребята я ломаю хорошо он не сухой он не сладкий ребята масса очень плотно при вкусу кофе я не чувствую вообще но привкус кунжута есть сейчас заем скажу блядь некой список попался очень приятно что я могу сказать он вкусный мы его сравниваем не будем его сравнивать с культ то есть полноценным протеиновый батончик в котором за 20 грамм белка было сравнивать я буду сравнивать с дешевым сегментом протеинового батончика в котором тоже написано что он протеиновый это вот фикс прайсовский батончик этот у нас получается по цене дешевле 25 рублей но у нас получается углеводов здесь поменьше немного а белка у нас два даже более чем два раза больше цена та же самая белка практически два раза больше он вкусный сладенький но он не приторно сладкий когда ты ешь аверменовский батончик у тебя во рту прям вот это вот вязкость или прямо охота выпить что-то потому что сильно сладкий сильно этот не очень сладкий но в принципе для перекусов для того чтобы ты потренировался нормально у тебя нет с собой порции гейнер у тебя нет с собой шейкера или у тебя там шейкере были бы сашки ты выпила порцию гейнер забыл то вполне удобно или на работу как я в работу постоянно беру патроновый батончик то есть я как прихожу на работу приготовил себе чайок и первым делом прежде чем покушать я сперва сажусь и пью чай все кто нормальную работу имел или кто имеет в бригадах кто работает все меня поймут ты приходишь на работу и прежде чем ты начала работу у тебя всегда чай особенно если зима так вот для перекуса на работе для куда-то вот на тренировку за пошел закинули в кармашек или там куда-то просто пошел по каким-то делам на велосипеде поехал в кармашек его забросил очень удобно по белку я бы сказал что здесь 14 грамм белка до батончик около восемнадцати с половиной граммов углеводов на батончик и у вас получается 7 граммов жира но жир не очень хороший поэтому если вы будете эти батончики употреблять имейте пожалуйста в виду здесь написано фирмы их выпускает диавеста написано здоровое питание но по качеству по составу вернее этого батончика я не скажу что эти бацучки можно отнести к здоровому питанию здоровым питанию скорее всего можно отнеседи батончики пумбар можно отнести батоночки кульп лад тон он никак не эти батончики пальмовым жиром с этим вот заменителем какао масло поэтому когда вы выбираете маску когда вы едите все подряд то эти батончики очень даже пригодятся ну вот такое ребята сегодня у меня видео кстати могу вас еще немного заинтриговать мог сейчас интрига будет мне многие напишут что пиздец ты кемеровский так заинтриговал всех что прям все были в общем заказал я на вайлберис добавочку ну добавочка на самом деле она очень распространенная очень такая банальная она больше для папа но по цене так как постоянно я сейчас шкуру на вайлберис но не пишите мне я не буду инферно заказывать я не буду в водяковскую продукцию заказывать никакую не эти вот мимо коктейли сладкие сиропы потому что я уверен что это полное говно у нас такие же сиропа продают только что там не написано инферно внутри что они полно дерьмо они майки я у него тоже заказывать не буду поэтому я вообще не буду вещи заказать потому что вещи там очень дорогие покупать не выгодно а вот такие вот продукции которые часто бывают со скидкой и мне интересно еще один вопрос и не еще такой вопрос интересен может быть подписчики водяну у меня будут можете у него спросить или может быть сам король нас посмотрит почему у тебя иван водянов в своем инферно внутри чем и inferno life никогда не скидок вот у меня были скидки попадались на prime крафт я покупал них сахарозаменитель со скидкой 273 рубля за 250 грамм это очень хорошая цена но через какое-то время мне попалась скидка я купил вторую баночку которую я делал обзор на своем канале и и я купил за 204 рубля вот эти вот батончики стоили 700 с чем-то рублей вообще у них цена около 900 рублей за бокс потом у них была скидка они что-то в районе 700 с мелочью стоили и мне очень часто приходит скидка на эти батончики когда не стоит 491 рубль и вот сейчас я не стал в этом месте собрать денег а тут попалась скидка думаю так я возьму лишний раз будет повод снять видео и получить со скидочкой я еще не знал что это батончики но сейчас я скажу что вполне себе нормальный съедобный поэтому ребята употребляйте только правильное и только проверенное спортивное питание какими является культ лап любите балдейте и верьте в завтрашний день завтра вы будете намного ребята лучше и сильнее чем сегодня много тренируйтесь тренируйтесь всегда и тренируйтесь везде никогда не сдавайтесь потому что сдаются кто шлюхи слабаки и квартиры мы к этому числу не относимся и всех жду на своем канале всем пока ребята